Привет всем, друзья! Неоднократно в своих роликах мы упоминали Сидика Афгана, ученого, которому удалось посредством математических вычислений предсказать важнейшие события в политике и экономике последних десятилетий. Он вычислил даже день своей собственной смерти, но пока, слава богу, до этого дня далеко. Таблица Мохаммада Сидика позволяет предсказывать грядущие перемены с точностью до конкретных дат. И сегодня мы решили вспомнить то, о чем предупреждал нас математик еще несколько лет назад, предсказав, что осталось всего лишь 5 лет до важнейшего события в истории мира, а главное – в истории России. Предлагаем вашему вниманию прогнозы, озвученные на канале еще несколько лет назад. Но тогда они казались чуть ли не несбыточными. В итоге же мы видим, как мир планомерно движется к исполнению предсказанных Сидиком событий. А ведь осталось совсем недолго до полного исполнения предсказания, сделанного с помощью вычислений знаменитой таблицы прогнозирования. Но обо всем по порядку. Впереди вас ждет действительно потрясающая информация. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий о том, что вы думаете обо всем этом. Осенью 1990 года, практически на закате существования СССР, на одну из телепередач пригласили академика, аналитика и гениального математика Сидика Афгана. Мохаммад Сидик Афган, доктор физико-математических наук, профессор Лондонского университета, выступил тогда в роли нумеролога, который посредством своей особой таблицы прогнозирования делал различные предсказания. С помощью так называемой доски предсказаний и обычных цифр он мог в красках обрисовать прошлое, настоящее и будущее не только страны, но и каждого ее жителя в частности, если знал нужные ему данные для расчетов, представляя все в цифровой форме. Большую часть своей жизни он посвятил выявлению цифровых закономерностей и сопоставлению событий, дат и цифр. Сидик Афган, гениальный математик, тогда совершенно неожиданно для многих, сделал удивительный прогноз, который мало кто принял на веру. Действительно, с чего это вдруг люди должны были доверять незнакомому малоизвестному человеку и его личной методике прогнозирования событий. Для многих он казался достаточно сомнительной личностью, особенно после того, как ответил на вопрос о будущем, заданный одним из зрителей. Мохаммад заявил, что СССР скоро не будет, всех ожидает распад Союза, при этом точно указав на год этого события – 1991. В итоге 26 декабря 1991 года в результате процессов системной дезинтеграции в социальной структуре, народном хозяйстве, общественной и политической сферах Советского Союза не стало. Мы потеряли великое государство, которое существовало аж с 1922 года на территории Восточной Европы, Северной, части Центральной и Восточной Азии. Интересно, что СССР на момент распада занимал шестую часть всей обитаемой суши Земли, и его население к 1991 году составило аж 293 миллиона человек. Многие тогда вспомнили слова выходца из Афганистана, который за год до этого события рассчитал и спрогнозировал его. И имя Сидика Афгана стало обсуждаемо и известно. К его словам стали прислушиваться политики и другие знаменитости, всем хотелось узнать о будущем, которое их ожидает. И, конечно же, его слова стали анализировать философы-историки, тогда же вспомнив о второй части расчетов гениального профессора. А там скрывалось самое интересное для тех, кто сейчас смотрит это видео. Сидик Афган, заполнив свою таблицу многочисленными параметрами, пришел к выводу, что Союз по историческим меркам распался совсем ненадолго. По известным только профессору аналитическим данным, в 2025 году вновь произойдет его возрождение, но уже несколько в ином виде. Следует предполагать, что не будет лишь самого названия СССР. Но объединение опять произойдет. Объединение под российским началом. Сидик Афган сказал, что это будет абсолютно новая коалиция. Центр нового мира – Россия. Родина зарождения импульса – Украина. Пути развития Украины, России, бывших республик СССР и всего остального мира вновь пересекутся. Известные провидцы с мировым именем – Нострадамус, Ванга, Святая Блаженная Матрона Московская, монах Авель, афонские старцы – все пророчили великое будущее под российским началом. Кто-то называл это Союз, кто-то Империя, кто-то называет Божьего избранника, который должен вскоре возглавить огромную империю царем. Но, скорее всего, по словам Сидика Афгана, это будет нечто новое, что сложно сейчас представить, но можно описать как великое объединение стран, государств под российским началом, в которое войдут не только выходцы из ранее существовавшего Союза, но и другие европейские страны. Уже сейчас многие прогнозируют возможность Союза с Германией, так как он по всем параметрам является выгодным для этой страны. Германия может сама попроситься под российское начало. По прогнозам прорицателей, вскоре каждый житель планеты Земля будет мечтать иметь российское гражданство, ведь это откроет для него множество ранее закрытых дверей. Если помните, на этом канале мы уже обсуждали пророчество, согласно которому вскоре для многих жителей планеты не будет существовать слово «граница». Разумеется, на управленческом уровне все это еще будет иметь важный государственный смысл, но для обычного человека откроется огромный мир, в котором он почти бесплатно и без проблем будет путешествовать куда угодно и в короткие сроки. Возможно, что пророчество математика Сидика Афгана связано с этим предсказанием. Ведь если под российское начало встанут другие государства, свободные путешествия станут реальностью для граждан нашей страны. Законы Вселенной очень интересно устроены, чего стоят только те, по которым существуют биологические виды, растения, животные и люди. Очевидно, что даже устройство бактерий и одноклеточных не случайно, а весь живой и неживой мир находится в постоянном взаимодействии друг с другом. Они как минимум меняются веществами и составляют один огромный организм под названием Земля. Вся наука построена на том, чтобы выявлять некоторые закономерности существования, причины и следствия, свойства веществ и так далее. Гениальный математик Сидик Афган пошел дальше. От природы он был награжден пытливым умом, прекрасной памятью и способностью вычислять то, что не смог бы ни один другой гений науки. Во времена СССР он даже доказал свои способности, но в 1990 году то, что ему удалось вычислить, никому не понравилось, поэтому все его способности тут же подверглись критике. Между тем, будучи академиком, доктором физико-математических наук и профессором известного университета, Сидик Афган не побоялся на весь мир заявить, что рассчитал будущее СССР. Согласно таблице вычислений, которую гений закономерностей создавал на протяжении всей жизни, он может вычислить вероятность и дату любого события, которое стоит под вопросом к исполнению. Причем для любой страны мира, для любого города и каждого его жителя. Все, что нужно аналитику, это точные предварительные данные в виде конкретных цифр. Сама методика довольно сложна к пониманию, но уже доказано, насколько точно профессору удается предсказывать будущие события. С помощью обычных чисел, тогда, за год до распада Союза, он верно определил, что нет вероятности дальнейшего развития и процветания СССР. Важно понимать, что Сидик Афган пришел на телепередачу тогда как простой нумеролог, не кичился званиями и регалиями. Никто тогда и подумать не мог, насколько прав окажется приглашенный эксперт. На сегодняшний день, благодаря своей доске предсказаний, Сидик Афган стал известен во всем мире и сделал уже тысячи сбывшихся прогнозов. Он же основал такое учение, как философская математика, соединив практически несочетаемое. Мохаммад Сидик Афган вычислил, что у Вселенной есть граница, Вселенная оказывается конечна. Люди как класс одиноки во Вселенной, но существуют иные формы жизни, о которых мы еще не знаем. Сидик Афган также не отрицает, что скандально известный комитет 300, описанный Джоном Коулманом в книге, действительно существует аж с 1897 года. И этот верховный контролирующий орган, который управляет всем миром, принимает ключевые решения в истории. На этом канале есть очень интересное видео об этом. По преданию великого математика, их решения также можно предугадать. Важно лишь знать некоторые цифровые коды, состоящие из чисел. С помощью закономерностей из собственной системы Сидик Афган установил дату начала Третьей мировой, и это 2055 год. Но до этого еще далеко. Гораздо ближе дата из второй части предсказания о распаде СССР. Тогда в студии Сидику был адресован вопрос о будущем Союза, и его предсказание вскоре сбылось. Но ведь есть и вторая часть этого вычисления, о которой многие уже забыли, ведь было это более чем 30 лет назад. Согласно дополнению математика, распад Союза будет по историческим меркам недолгим. В 2025 году произойдет масштабное в истории объединение государств. Россия же станет основой этого объединения. По расчетам профессора, Украина станет местом зарождения импульса сближения. Произойдет нечто, что снова объединит Россию и Украину. С каждым годом российское государство будет расти. Математик также утверждает, что к концу первой четверти 21 века отношения России и США выйдут на совершенно новый уровень. Многие разногласия останутся в прошлом. Сидик Афган сказал, что город Чернигов, что на севере Украины, является исторически важным местом, так как именно оттуда пойдут первые импульсы, которые в будущем изменят жизнь России и Украины в лучшую сторону. Хочу напомнить, что в этом плане существует особая форма солидарности между великими провидцами разных лет. Большинство из них, включая афонских старцев и святых, Нострадамуса и ясновидящих вроде Ванги, говорили о великом будущем под российским началом. При этом указывая начало 21 века за отправную точку. Если объединить эти предсказания, получаем огромную и великую российскую империю с царем во главе. А вот если взять за основу расчета математика, то можно назвать будущее великим объединением государств под российским началом в совершенно новом ключе. Такого объединения в истории еще не было. В огромную империю будущего войдут как выходцы из ранее существовавшего союза, так и другие европейские страны. Звучит фантастически и интересно, но ведь Сиди Кавган никогда не бросал слов на ветер, а его расчеты поражают своей точностью. Кстати, Антонио Васкес-Альба, знаменитый мексиканский колдун, о котором недавно вышло видео на канале, четыре года назад рассказал о том, как видит в будущем продуктивный союз, в котором на взаимовыгодных условиях сошлись бы Россия и Америка. Якобы у Запада не так уж много вариантов дальнейшего развития отношений с Россией, и разумеется, перед тем, как принять российское государство сильнейшим на земле, он испробует другие варианты, которые к успеху не приведут. Выходит, что уже очень скоро Россия станет сильнейшим государством и к нему выразит желание присоединиться многие другие. Если помните, есть предсказания о том, что вскоре каждый будет мечтать стать обладателем российского гражданства. Что вы думаете о предсказании великого гения математики Сидика Афгана о России и мире? Пишите свои мысли в комментариях и, пожалуйста, оцените это видео. Поставьте ему лайк или дизлайк, это очень важно для наших авторов, которые работают для вас. Подписывайтесь, чтобы увидеть первыми новые выпуски. До встречи!